приветствую всех на моем канале канале о плетении вязание и просто жизни я сплела недавно две овальных длинных корзиночки очень удобные штучки хочу сказать они у меня везде я использую их и в ванной и на кухне мне очень удобно и вот для таких корзиночек я решила пошить чехлы хочу сразу сказать что профессионально шить и я не училась нигде поэтому если с профессиональной точки зрения я делаю что-то неправильно то я согласна но так как по-другому я не умею я так сказать самоучка поэтому показываю как я это делаю для таких же как и я первое что я сделала я просто на бум на лист бумаги положила корзинку и обвела ее карандаш припуски нашего я делать не буду потому что дно чуть чуть больше чем внутренняя часть корзинки это вот разница в расстояниях у меня как раз и получится для припуск на швы потом я измерила конечно это метром правило просто вот по верхней части я вот так вот взяла обмотала и посмотрела сколько у меня сантиметров вырезала ну корзиночки 2 вырезала две таких полосочки дальше я возьму оверлок у меня есть оверлок и я одну часть вот такой длинной полосочки прошу пройдусь оверлоком и затем на машинкой пришью вот такую вот кружевную ленточку вот это будет выглядеть вот так ленточку я заказывала на алиэкспресс у нас как раз магазине закончились такие вот тоненькие я залезла на алиэкспресс нашла вот такого что мне подходит я люблю такие вот маленькие корзиночки украшать вот такими кружевными небольшими полосочками по мне так выглядит очень даже симпатично вот что у меня получилось я сделала все что сказала вот с обратной стороны такая симпатичная получилось шовчик верлоком я пришила кружа кружева кружавчики хотела сказать я пришила кружева и получилось очень даже симпатично дальше я возьму я достала свои булавочки и я вот так вот по кругу сколю булавочками тоже пройдусь оверлоком вот что у меня получилось вполне таки себе симпатичная и чехольчик и симпатичная корзиночка чуть чуть больше по размеру но это специально потому что ткань даст усадочку и будет плотненько бантиков никаких делать не буду вполне такие скромненькая спокойная такая в стиле кантри можно сказать корзиночка получилось для чего угодно пока шила порвалась нитка в верлоке пришлось чинить менять все делать вспомнилась песенка из красной шапочки которым такие слова шили плотненькие штаны вот тебе и брюки пели песенки слоны вот тебе и звуки несли воду решетом вот тебе и здрасте лучше всего делать то что ты делать мастер в общем если занимаешься рукоделием приходится быть мастером на все руки и по шитью и плетению и вязанию и ремонту машин вот такие вот дела ну а пока все буду шить второй чехол таким же способом подписывайтесь будем плести вязать и шить вместе всем пока